Здравствуйте! В эфире программа художественной фотографии «Свет и тень» и я, ее ведущая, Ольга Краснопевцева. Хочется верить, что есть еще где-то рай. Ведь человеческой душе свойственно искать – на земле или за ее пределами. На протяжении веков путешественники и первооткрыватели бороздили океаны, преодолевали бескрайние пустыни, восходили на горные вершины. Неизвестная всегда манит. Там живет надежда. Именно она и является источником вдохновения российского фотографа Юлии Нинашевой. Каждый из нас в своих мечтах хочет посетить все уголки нашей такой необъятной и вместе с тем такой маленькой планеты, которые манят своими названиями, географическим положением или образами, запавшими в память когда-то в детстве. Но что же там за горизонтом? 20 с лишним часов полета или даже больше, и оказывается, там, в неведомых странах, тоже живут люди. Так же веселятся и страдают, любят и ненавидят, рождаются и умирают. Куда бы мы ни отправились, человек наблюдательный везде найдет доказательства единого прошлого, взаимного влияния и обогащения культур, похожести в самых основных устремлений человека. Истинные ценности для всех одни. И дом у нас один в конечном счете. Земля. Островы жизни, затерявшиеся в безмерных глубинах Вселенной. Каба-Верде – страна зеленого мыса. Но зеленой ее увидели только первооткрыватели. Пираты, основавшие здесь вольный город. Да португальцы, в 15 веке объявившие эти земли своей заморской территорией. В результате сегодня мы имеем возможность любоваться аскетичными пейзажами небольшого, всего 10 обитаемых островов, архипелага в Атлантическом океане. И это совсем не та страна, которую все знают по рекламе заморского шоколада. А место, красоту которого, начинаешь понимать постепенно. Палящее солнце, океанский прибой, выжженная земля и независимый нрав местных жителей. Еще один перелет, и перед нами Индия. Удивительная страна, родина более чем одного миллиарда человек. Государство с великим историческим прошлым. Родина древнейшей культуры. Санскрита, праматери всех языков земли. И великой религии индуизма, последователями которой являются сотни миллионов человек практически во всех странах. Но при том огромном, невероятном количестве храмов на каждый квадратный километр по всей Индии, Юлию Нинашеву привлекли в первую очередь именно люди. Их лица, их глаза, их такая непростая повседневная жизнь. Но именно это и есть портрет общества, портрет страны. А вот Египет со всеми его древностями, пирамидами, храмами и мистическими культами, корни которых уходят во тьму тысячелетий, в большей степени туристический аттракцион с историческим прошлым, считает Юлия. А то, что говорят нам древние барельефы и тексты, узнают только самые пытливые и любознательные. Но именно они хранят мудрость веков. А соединение одной из древнейших культур с яркостью и многообразием современного арабского Востока придает этой стране удивительный колорит. И снова в путь. Перед нами Индонезия. Самое крупное островное государство в мире. 13 700 островов. Пять религий. Соединение Азии и Океании. Что это значит? Как и любое островное государство, Индонезия уникальна культурой и этносом каждого отдельного взятого участка своей суши. Каждая территория сохраняет свои неповторимые черты. Ява. Самый густонаселенный остров в мире. Там расположена столица государства Джакарта. А всего в 200 километрах живет, уединившись в джунглях, народность Бадуи, которая до сих пор практически не вступает в контакт с внешним миром. Президенту Индонезии Мегавати Сукарна Мхутте, прибывший с визитом, старечно в уидиенции отказал, не найдя повода для переговоров. По мере продвижения в глубь государства очевиднее становится смысл древних традиций. Люди добрее, их быт колоритнее. Они поклоняются своим богам. Им вряд ли нужно наше вмешательство и одобрение. Современный человек несет с собой прогресс и разрушение одновременно. Благо цивилизации облегчают быт и разрушают древние традиции, культуры и этносы. Поэтому хочется сказать, будьте бережны. От этого наша жизнь станет только разнообразнее и богаче. Давайте сохраним планету для наших потомков в том виде, как минимум, в котором она досталась нам. Смотрите, слушайте и наслаждайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Смотрите репортаж нашего корреспондента из Лондона. Йенс Штукинг и не подозревал, что станет обладателем одной из самых престижных наград в мире художественной фотографии, когда делал свои снимки представителей молодого поколения страны восходящего солнца на улицах Токио. Ты всегда должен быть готов к встрече с чем-то новым и необычным, находясь в Японии. Вот, в частности, мои снимки японских школьниц и студенток, которые довольно хорошо известны в Европе. На них они выглядят очень симпатичными и такими невинными. Но лично мне эти фото совершенно не нравятся. Я думаю, это не тот путь, идя которым можно получить хороший результат. Дело в том, что все эти люди гораздо глубже, тоньше и интеллигентнее, чем они вышли на этих снимках. И я считаю, что я должен сделать такие фотографии, которые бы раскрыли перед зрителем души моих героев. Несмотря на скромную оценку своих заслуг в искусстве фотографии, Йенс – выдающийся фотохудожник. Его работы отличаются утонченным вкусом, наличием большой доли хорошего юмора и какой-то неуловимой загадочностью. Британское королевское фотографическое общество по достоинству оценило работы мастера последних лет. Размер приза, который в этом году был присужден штукингу, составляет 50 тысяч фунтов стерлингов. Организаторы ретроспективной выставки участников и победителей ежегодного конкурса отмечают все возрастающий в обществе интерес к фотографии. Количество людей, посещающих галерею, для того, чтобы лучше познакомиться с различными течениями в искусстве современной фотографии, возрастает с каждым годом. И люди находят здесь то, что они хотели увидеть. И им нравится то, что в нашей галерее художественная фотография соседствует с шедеврами живописи и скульптуры. Организаторы конкурса уверены, что в будущем году количество участников этого увлекательного состязания многократно увеличится. А значит, мы сможем полюбоваться еще не одним великолепным снимком. Программа «Свет и тень» продолжает знакомить вас, уважаемые телезрители, с самыми известными фотохудожниками России и мира. Итак, наша постоянная рубрика «Мастер-класс». Будьте как дети, и вы наследуете Царствие Небесное. Эту библейскую истину любит повторять Юрий Кавер, фотохудожник, часто снимающий религиозные праздники и маленькие сельские храмы. Он уверен, православие возродится через детей, ведь в них наше будущее. Как-то раз он познакомился с батюшкой из села Саракташ Оренбургской области, который усыновил 42 ребенка. Батюшка предложил Юрию приехать посмотреть, как они живут. Юрий Кавер – профессиональный фотограф. Более 20 лет работает в Российском информационном агентстве новости. Лауреат многочисленных фотографических премий, в том числе ЮНЕСКО и World Press Photo. Я увидел этих детей, но когда вы увидите фотографии из моего очерка, на лицах написано только одно благополучие, счастье ребенка. Это чувствуется, что он и ребенок. Все они были брошены своими родителями и отправлены в детские дома. Батюшка Николай Стемский и его жена матушка Галина взяли их на воспитание, создали приют для детей-сирот и престарелых, открыли при приходе православную гимназию и музыкальную школу. Там все, без исключения малыши, учатся петь. Батюшка и матушка считают, что петь от природы может каждый ребенок. Надо его только чуть-чуть подучить. Юрий Кавер с удовольствием снимал на пленку жизнь этой большой и дружной семьи. Он вообще убежден, что показывает церковь и верующих, надо снимать воскресные школы, православную семью, паломничество. Это своего рода ключ к пониманию сердца верующего, его дорога к храму. А вот молитву в самом храме фотографировать не нужно. Нельзя вторгаться в душу верующего, когда он молится, во время исповеди или причастия. И еще не стоит заставлять прихожан позировать. Если я начинаю что-то просить, надо мной начинают иронизировать. Что я начинаю их выходить из их обычного состояния. А я не имею права. И когда, например, что-то я начинаю делать такой сюжет, и когда что-то я попрошу, человек сразу теряется, выходит из равновесия, и он перестает быть самим собой. А это уже не кадр. Юрий уверен, что фотограф, снимающий верующих, должен обязательно получить на это благословение и идти на съемку со светлым чувством в душе. Сам мастер считает, что именно возрождение религии – спасение России. Потому что вера – это совесть и нравственность. А значит, долг фотографа – нести людям светлый и чистый образ храма. Наша программа подошла к концу. Просто на сегодня пленка закончилась. Но не расстраивайтесь. Мы увидимся с вами ровно через неделю. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин